У меня есть для тебя притча. Пожалуйста, не надо. Жил-был человек. И было у него очень много книг. Еще у него была дочь. По-моему. И это был умный человек. Он любил читать сразу много книг. Поэтому он носил с собой две книги. Потом в какой-то момент он начал носить с собой три книги. Потом он начал носить с собой четыре книги. Потом прошло какое-то время, и он начал носить с собой пять книг. Потом он начал носить с собой шесть книг. Семь, восемь, девять, десять. Жень, сколько всего книг носил этот человек? 317. Он раскладывал эти книги в поле, ходил вдоль рядов книг и читал их, потом собирал и нес домой. И так каждый день. Жень, ты же и вправду так представляешь себе читающих людей. Потом в какой-то момент ему все это надоело, и он пошел к мудрецу и сказал ему, Георгий Валентинович, вот вы говорили, мол, знание – сила, а я устал, я ношу с собой по 317 книг. Кто такой Георгий Валентинович? Это человек, который сказал нашему человеку, что знание – это сила. Ну, давно еще. И Георгий Валентинович не смог ответить ему, он пожал плечами и ушел. Тогда наш человек призадумался и заплакал. Ну и все, конец. А мудрость-то где? А, точно, Георгий Валентинович ему еще сказал, что не надо носить с собой так много книг, это очень много книг, это тяжело. Он рассказал ему про Букмейт. Букмейт – это сервис электронных аудиокниг для подписчиков Яндекс.Плюс. Подписчикам доступно более 170 тысяч электронных и аудиокниг в самых разных жанрах. Каждый сможет найти, что почитать или послушать. А еще Георгий Валентинович сказал, что там уже есть аудиокнига «Азазель», а 24 января там появится новая книга Иванова «Бронепароходы» в электронном и аудиоформате. Жень, это отличная притча. Спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья. Как вы, возможно, обратили внимание, этот выпуск мы сделали своими силами. Своими руками. Дело в том, что мы с Дарьей Юрьевной и с нашими кошками и молодыми людьми. Ладно, молодым человеком. Ладно, Дашиным. Мы переехали жить в Буэнос-Айрес, и теперь мы живем в Аргентине. Мы живем в одном городе, но в разных районах, поэтому мы не смогли встретиться. И вот созваниваемся. Спасибо вам большое за то, что вы продолжаете смотреть это видео, несмотря на то, что нас не чесало в этот раз 39 человек, как обычно это бывает. Вот, и поэтому я в кепке, Даша с хвостиком. Ну, с челочкой зато. С челочкой. С челочкой. Под ней будет преть иногда, потому что мы выключили кондею. Жень, пожалуйста, предупреждай меня об этом. У меня тут все подготовлено. У меня тут зеркало с проклятием. А, нет! Не разворачивай его ко мне. Я абсолютно один в комнате. Даша в комнате с Лешей. Еще непонятно, кто из нас... А это еще хуже, да. Да, да. Кто из нас приобрел? Вот. И поэтому может произойти все, что угодно. Может пропасть звук, может пропасть изображение. Так или иначе, знайте, мы... Что, мы не виноваты? Вас любим. Мы вас любим. Мы вас любим. Мы вас любим, конечно. Мы любим. Мы любим. Мы любим. Мы идем смотреть на особняки. Нет, давай не идти вдоль дороги, если мы хотим записать хоть какой-то звук. Так мы идем вон туда. Иди со мной, пожалуйста. Мы сейчас повернем к особнякам. Ну окей, хорошо. Ставьте лайк, если вы нас слышите. Тут очень красиво. Согласна, впервые в жизни с тобой. Мы находимся на самой любимой нашей улице Буэнос-Айреса. Итак, это дом, который выбрала себе Даша. Нет, это дом, который я выбрала тебе. А правда? Спасибо. Это охранник, кстати. Это охранник улицы. В этой улице есть охранник. Блин, ты реально очень похожи на этого вора из один дома, который кудрявый, помнишь? Я старалась уйти от этого. Сходство, кстати. Ничего не получилось, Денис, кукаяка. Мы тебя раскусили. Ты очень похож на того домушника. Ой, дай челочку приброшли. Ну жарко, у меня подпотело под ней опять. Мне нравилась, как лежала твоя челка. Отлично, блядь. А, у меня тут вообще челки нет. Я не знаю. Я просто не знаю. У меня очень жарко, и челка не лежит. Куда мы так бежим? И их тебе еще в голову не смогут проникнуть инопланетные цивилизации. А сними, пожалуйста, что ты конкретно на меня примером. Красиво. Женечка, чем мы занимаемся с тобой? У нас шопинг, который приурочен к съемкам выпусков. А перед каждым выпуском мы закупаемся всяким стафом, который нам может пригодиться. И в этот раз мы весь день проводим в магазинах фанатской атрибутики, мерча и прочего. И вот немножко скупили вещей некоторых. Алло. 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 Алло, алло. Ну, я со стула снимала. Вот так, вот так. Со стула? Да. Вот с этого уровня, да? Да. С наклоном? Ну нет, это плохой уровень. Ну, нет, я сидела на стуле, а ты сидела. Ну? Есть, ты снимаешь видео, куча. Смирай. Слушай, вот кардридер этот только из, который компу подключается. Он у тебя, кстати, с Type-C. Мои мальчишки работают. Начинаем работать. Давайте. А ты где работаешь? Он работает вот тут. Вы здесь работаете. Я на балкон пойду работать. Пульт упал. Скажи что-нибудь, микрофон, пожалуйста. Ну, вот так вот даже выключены, да. Это наш звукорежиссер Евгений. Не путайте с Калинкиным. Так. Поговори. Говорю, говорю, говорю. Я говорю, я говорю. Я буду говорить весь выпуск. Расскажи, что произошло. На сегодня должна была состояться съемка ролика. И она отложилась. Да, перенеслась. Перенеслась. Почему? По независимым от нас причинам. Правильно? Мне кажется, что они как-то зависели. Хорошо. Она перенеслась по зависящим от нас причинам. Так точнее. Слушай, это все причины от нас зависели. Так что... Блин, как красиво, Леш. Мы с ребятами пошли поесть. Ну так, я бы назвал... Перекусить. Перекусить, да. Легкий перекус. Женя, покажи свою порцию. Вот Женя. Вот порция. А это моя порция. Это мой палец. Что еще возьмем? Это же торт. Да, целый. Супер. Вот мы вроде бы живем здесь месяц всего, а я уже как будто бы начинаю привыкать к тому, как здесь красиво, но периодически останавливаюсь в такой... Ну, точно, здесь же так красиво. Я фотографирую до сих пор, мне кажется, практически каждое здание. Да, я сфотографировала все дома. Да. У нее коллекция очень впечатляющая. У меня оцифрован город, да. Да. Вот, а мы с Женей идем завтракать, вот там наша кафейня. Может создаться впечатление, что мы только и делаем, что жрем. Ну, как-то так это и есть. Даш, просто жесть. Реально три блюда, два стакана, кофе, две кружки. Слава богу, хоть ножи не съела. Ёб твою мать. Сейчас десерт еще принесут. Немножко оторвалась от Жени, чтобы снять помэта. Не, ну он запалил меня. Только расслабилась. Почему у тебя всегда приоткрыт рот? У меня нос не дышит. Дело в том, что Женя до сих пор не сделал мне подарок на Новый год. Он обещал подарить мне очки. И под бой курантов он презентовал мне это обещание. Вот мы дошли. И знаете, что он делает? Да, я не удивлюсь, что он сейчас опять купит себе 118-е очки, а мне ничего не достанется. При этом, естественно, мы сделали ему подарок. Как только мы вернемся домой, я вам покажу. Ребята, голосуем. Мне кажется, что экстра варш не надо. Не надо экстра варш. Да, прекрасно, прекрасно. Даша, какой у тебя единственный критерий при выборе одежды? Чтобы яркое было броское. К сожалению, я не успел снять, как Даша избила шестилетнюю девочку и отняла у нее футболку. И панталоны. Женя расплачивается на кассе и только что он чуть не сломал стол. Просто облокотившись на него. Пальчиком. Дарья Юрьевна приобрела сумку, в которой... Как все, она влезает все другие сумки. О, боже. Порвала сумку. Нет, она конфигурируется. Конфигурировала сумку. Есть магазины, там можно покупать воду и вообще вот все, что тебе захочется. Кроме сельди. Мне очень нравится, что на кассе всегда лежат авокадо. Ну, скорее всего, они лежат не всегда, но вот именно здесь лежат. Не понял. Не горбись. Чао. Чао. Жека Блот подкрепляется перед ужином. Какой-то ест свеклу. Вкусно? Договорится, кто перед ужином не поел, тот дурак. Хорошие слова. Вот там живу я, вот тут какой-то оазис, а вон там раньше жил Женя. Провожу экскурсию, как умею. Че ты рассказала? Что вот там жил я, вот тут какой-то оазис, а там раньше жил ты. Я, короче, узнал про этих тараканов, которые у меня живут дома. Во-первых, они не домашние. Это уличные тараканы, которые просто типа залетные. Залетные, практически в прямом смысле, они умеют летать. Это жесть. Это просто жесть. Я просто отказываюсь. Ну, вообще, я не тебя собиралась снимать, а вот это вот здание. Только посмотрите. Нет, Жень. Жень! Не пащи. Не пащи. Мои мужчины. Ему очень нравится. Вы знаете, что вы все ебанутые. Чего? Миша не очень любит, когда приходят для Женя. Потому что... Ну, потому что вот, да, собственно. Да. Смотри, я его держу, как какой-то этот... Окорок. Да, это наш код. Мы его очень сильно любим. Не надо держать его, как окорок. У меня есть духовка. У меня есть духовка. Я надеюсь, что слышно. Мы с Женей пытаемся писать сценарий под легкий, очень приятный аккомпанемент Лёше на трубе. Он еще учится. Да, он учится два часа. Это очень тяжелые два часа. Я бы сейчас в жопу ее засунул. Олкин знал по своему обыкновению на фрегулице Буэнни-Сайрес. Некоторым тенистым молочкам удалось сохранить остатки утренней прохлады. Было очень красиво. Спасибо. Это мы кое-что пишем. Наш общий дневник. Пожалуйста. Не, пожалуйста. Не уходи. Он тебя не любит. Ты меня любишь. Ты не думал, что он правда тебя не любит? Конечно же нет. Что за чушь? Расскажи, Даш, куда мы идем? Мы идем в очень классное место. Это мебельная брахолка. Ну, в основном там мебель. И куча разных вещей из разных эпох. Ну, как понимаете, это тоже входит в слово брахолка. В принципе, он отлично описывает. Это брахолка. Вот, собственно, и это место. Просто взгляните. Все как продуманное. Два кресла. Ой, Даш, это ты. Видишь, это ты. Мы изобрели просто потрясающую лавку. Я просто буду молча снимать для вас все, что мы здесь встретили. И мое лицо. Даша на лицо. Тоже я здесь встретил. Я вам сейчас покажу, что здесь представлено, а вы угадайте, что из этого Даша. Угадали? Какая-то, если вы растите маленького рейвера, это прям то, что нужно. Даша в прошлый раз видела здесь какое-то ведро для шампанского и не может его найти. Я ей уже очень давно говорю, что лучше пить из бокалов, но она настаивает. Итак, улов на сегодня. Дарья Юрьевна. Фотография замечательной пары, которой, скорее всего, уже нет в живых. Скорее всего, уже очень много лет. Также было приобретено бедро для шампанского. Да. Что случилось за кадром, давайте я расскажу. Даша достала картину. Фотографию. 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 Леша сказал, мне не нравится. Смотрим. Ну, все. Все, да. Фотография давно ушедших людей забракована. Ночной горшок Алексею нравится. Дороги, друзья, посмотрите, пожалуйста, замечательный подарок. Ребята, включили мне Новый год. Да, это потрясающе. Святая для одевания. Ну, так нам сказал переводчик. В следующий раз, пожалуйста, подарите мне какой-нибудь очень красивый наперсток. Или что любит такого размера. В следующий раз мы тебе ничего не подарим, ты не переживай. Это отлично поместится у тебя в руках. Зато на тебя не бросят. Ой, блин, Джессика в кадр попадает. Встреча. Нет, у нее внизу все корректно. Нужно набрут вверх. За что замажем? Прости корректно. Ну, она в трусиках. Пока. Джек нравится? Да, красивая. Это пионовидные розы. Они и розы, и пионы получаются... Одновременно? Да. Это очень удобно. Это очень удобно. У Ирины Евгеньевны сегодня день рождения. Да. Это на маме, на Дашу. Даша на маму. Так точнее. Да. И очень удобно, что мама родилась именно в тот день, когда мы снимаем Индекрацию. Да, это очень мило с ее стороны. Ну, у нее правда сегодня день рождения, и в этом году я решила ее поздравить не только тем, что я не забыла про ее день рождения, а решила заказать ей букет с помощью сервиса Флау-Вау. Ну, и там вообще-то можно сказать не только цветы, еще и подарки, живые растения, десерты и очень многое другое. И доставка от 15 минут. И, кстати, у них есть очень полезная функция, называется календарь событий. Он поможет не забыть про важные даты. Такие, как Юрий в день. Вот пример. В описании есть ссылка на приложение и промокод на скидку 10%. Угощайтесь. Ирина Евгеньевна получила букет, и мы звоним ей. Послушать, как она рада, скорее всего. Дочь. Да. Это ты прислала букет? Нет. Какой букет? Даша, мне прислали корзину роз. Так, я не имею к этому никакого отношения. Да, не ври. Мам, у нас будет новый папа? С днем рождения, мама. С днем рождения, Ирина Евгеньевна. С днем рождения. Ой, спасибо. Слушай, так уже Леша меня поздравлял. Уже сколько можно? Мама. Уже все пофотографировала, уже все послала. О, ты умничка. Спасибо, ребята. Вообще, я даже не ожидала. Любим тебя. А что вы делаете? Да снимаем это все на камеру. Сегодня у нас съемка выпуска. Видите, мы пришли в наше любимое утреннее кафе с Жекой позавтракать. Конечно, я же взяла с собой немножко коллагена, чтобы подкрепиться. В этом кафе все меня знают как ту еще дуру, потому что один раз, когда официант спросил меня, какой кофе я хочу горячий, я сказала, что я хочу медиум. А в следующий раз я заказала здесь сладкий тост с мороженым и попросила добавить туда бекон. Записывай, давай, говори. Вот тут у меня, блин, стоит камера. Вот я общаюсь с Женей. Женя, приветики. Как дела? Все дела. Сфоткай меня. Блядь, я все это время забер... Насколько я понимаю, сегодня мы с тобой будем разговаривать про такое явление, как фанфикшн. Нет, сегодня мы будем с тобой обсуждать Достоевского. О, ловушка! Вот и крыса! Ты заманила меня в этот ролик обманом. Ну ладно, я, естественно, шучу, Жек. Мы с тобой будем обсуждать фанфикшн. Так вот, фанфикшн, что это такое? Как я понимаю, фан, он же скорее как фэн, да, типа не веселый, но фанатский. И фикшн это как выдуманный сюжет. Да, ты прав. Если говорить в узком смысле, фанфикшн это тексты, которые созданы на основе других произведений. Любых. Любых. Это могут быть сериалы, книги, музыкальные группы, даже реальные люди, кстати. То, как я познакомился с таким явлением, как фанфикшн, мне кажется, это очень необычно. Потому что я узнал про существование фанфикшна в тот момент, когда прочитал про себя фанфик. Так уж служилось. Да, я поняла, я поняла, я поняла. Вы не простой мальчик. У меня точно так же, там, не знаю, с боёпиками, да. Что такое боёпики, я не знал. Слышу, что-то, блядь, снимают. А что такое мемориал? Ты знал? В широком смысле фанфикшн это все виды фанатских активностей. То есть там фан-арт, да, какие-то встречи, какие-то конкурсы. Это тоже, в принципе, все называется фанфикшн. Есть ряд исследователей, их не очень много, которые утверждают, что фанфикшн был всегда. Там есть у нас миф про Геркулеса. И вот он зародился в определенной области, да, потом миф начал разъезжать с гастролями, да, попадать на разные территории. И там местные жители начали думать, а что бы было с этим героем, если бы, да, он встретился бы там с их местными чудищами. То есть, да, они берут уже существующую историю, помещают там этого героя в другие обстоятельства, да, и делают, ну, локализуют его, скажем так. И по сути, да, это тоже очень похоже на фанфикшн. Похоже. Есть некоторые рамки, потому что, что очень важно для фанфикшна, это произведения, не просто основанные на существующих произведениях, это произведения, которые создаются в сообществе, в ходе какой-то коммуникации. То есть, когда мы говорим про, там, положим, да, мифы о Еркулесе, мы имеем дело скорее с базовым принципом старителлинга. То есть, так рассказываются истории. И так было плюс-минус всегда. И вообще, если посмотреть на всю историю мировой литературы, то мы увидим, что сюжетов на самом деле не так уж и много. Да. Ну, а помнишь, мы с тобой Фауста обсуждали? Да, да, да. Помнишь, что это не оригинальный сюжет, это предание, и после этого предания было написано еще какое-то количество текстов и так далее. То есть, ситуация создания нового произведения на базе существующего для литературы не новая. Так было всегда. И что-то, ну, прото, скажем так, фанфик, словно очень говоря, появляется в начале 20 века только в связи с именем небезызвестного тебе Артура Конан Дойля. Недостаточно людям было того, что написано про Шерлока Холмса, и люди начали писать свое. Люди, читатели, начали на него давить. И когда они не дождались текстов, они начинали писать свои собственные. И публиковали их в газетах. Даже существовали фанатские такие клубы, в которых состояли уважаемые джентльмены в костюмах, в котелках. И есть фотографии, как эти мужики, такие респектабельные, я бы их назвала, едут к водопаду, чтобы разыгрывать там сценки Шерлока Холмса. Текстов про Шерлока Холмса на самом деле огромное количество. Есть очень много локализаций Шерлока Холмса, есть русский Шерлок Холмс и прочие-прочие. До сих пор Шерлок Холмс, мне кажется, что это самый часто цитируемый, воспроизводимый образ литературный в мире. Да, и удивительно, всегда очень популярный. И бесконечно его, к нему обращаются, бесконечно снимают сериалы, фильмы, пишут какие-то книги. И все это создается в рамках официального, скажем так, производства. Но есть еще и фан-фикшн. Далеко не на все произведения существуют фан-фикшны. Вот, например, «Титаник» — это суперпопулярный фильм, один из самых популярных фильмов в истории человечества. Но при этом он не породил какого-то огромного количества текстов о себе. Даш, я тебя умоляю. Пожалуйста, внимание на экран. И я надеюсь, что здесь сейчас включится видео, где Гарри Стайлз играет на рояле на «Титанике» и звонит мне. Да, история знает один случай упоминания тебя в связке с Гарри Стайлзом. И все это еще связано с «Титаником», так или иначе. Это какой-то кроссовер. Кроссовер — это тоже очень важное понятие для фан-фикшна. Это когда берется несколько произведений, и герои или ситуации, или миры переплетаются волей автора в что-то совершенно новое. Одно дело — придумать фан-фикшн про то, как Жаба Аркадьевна с Гермионой Грейнджер, блядь, сражаются с Таносом. Типа, очень весело и интересно. Но, блин, я с Гарри Стайлзом, ладно, не на «Титанике», но, блядь, где угодно. Чего ж мы все никак не созвонимся? Ну, собственно, тут мы еще один критерий, базовый принцип как-то вышли на него, да? Фантазии, в фан-фикшне нет границ. То есть ты можешь реализовывать абсолютно любые свои фантазии. Это же идеально, это очень круто. Но, возвращаясь к «Титанику», все-таки, да, мы имеем небольшую ремарку, что действительно существует какой-то фан-фикшн про «Титаник», про тебя и про Гарри Стайлза, но вообще большого количества текстов «Титаник» не породил. Так же было с Джеймсом Бондом, с Мадианой вообще. Почему? Так, хорошо. Джеймс Бонд. Что в Джеймс Бонде? Англичане. Но Шерлок Холмс тоже англичанин. Вряд ли за это. Ты серьезно хотел предположить, что люди не хотят писать тексты про англичан? Что еще? Джеймс Бонд? Может, просто всем на него похуй? Да нет. Так, ну что же еще? Блин, я не знаю, может быть... Ну, точно дело не в англичанах, да? Смотри, в «Титанике» всего два персонажа главных. Да. В Джеймсе Бонде он всего лишь один. Так. Малое количество персонажей. То есть фанфикшн, скорее всего, будет создаваться на базе произведений, в которой много героев. Нужна вселенная. Во-первых, вселенная. И желательно вселенная, чтобы была больше. Чем больше вселенная, тем лучше. Поэтому «Стартрек» — это вообще идеально. Да, «Властелин колец», «Игра престолов», «Мстители». Ну, вообще, да, вот этот вот большой мир, большое количество второстепенных персонажей, но таких более реальных. То есть вот на компьютерные игры редко создаются фанфики. То есть ты хочешь сказать, что вообще нет фанфиков про «Контерстрайк», да? Про любовь двух террористов. Так вот, Женя, если бы ты хотел, чтобы на основе твоего какого-либо произведения люди писали бы фанфикшн, то, скорее всего, тебе нужно было бы сделать так, чтобы у твоего произведения была бы какая-то недосказанность, какие-то пустоты. Потому что люди ненавидят какой-то вакуум в произведении, когда что-то не объясняется, когда что-то выпадает. Люди обожают объяснять. И 100%, если ты оставишь какое-то такое местечко, то люди напишут 100-500 миллионов текстов, которые объяснят вот эту вот пустоту. Мне кажется, я двигаюсь в правильном направлении. Пока что пустота – это очень подходящее слово для моего произведения. Тогда дополним ещё картину. Желательно, чтобы в твоём произведении было то, что одна исследовательница называет «Ангст». Какое-то страдание, какая-то боль, какие-то тайны, что-нибудь такое. Потому что люди с меньшей вероятностью будут создавать свои собственные тексты на базе какого-то очень счастливого другого произведения, где всё прям очень хорошо. Есть, конечно, юмористические, есть лёгкие, есть пушистые. Даже такой жанр есть, флаф называется. Это когда всё там очень миленькое, очень сладенькое, вообще ничего страшного, плохого не происходит. Да, в основном люди любят писать о чём-то мрачном, тяжёлом, но не в нашем случае. Вот есть, например, фанфик про нас с тобой и Мигеля. Мигеля из танцев? Там, значит, да, да. Значит, там мы с тобой участвуем в танцах, и там всё у нас с тобой хорошо, и всё очень даже мило. Вот если нас смотрят будущие писатели, я уверен, они нас смотрят. Дарья Юрьевна сейчас продиктовала вам по пунктам действительно то, что может вам помочь создать произведение, на основе которого будет писать фанфикшн. Мне кажется, вообще-то, что это очень хорошо. Ну, о чём это свидетельствует, да? Ну, то есть, если на твоё произведение пишут фанфики, это свидетельствует о том, что твоё произведение очень сильно вовлекло аудиторию. Ты смог создать персонажей, в которых люди нуждаются, в которых люди влюбляются, и разве это не здорово? Этим январским днём зной по своему обыкновению накрыл улицы Буэнос-Айреса. Лишь нескольким тенистым улочкам удалось сохранить остатки утренней прохлады. Вдоль одной из таких в футболке своего лучшего друга шла Дарья Юрьевна Касьян. Вот уже целый месяц она каждый день ходила по этой улочке в свою любимую кафешку на завтрак. В Буэнос-Айресе было много уютных местечек, но это кафе просто вскружило Дарье Юрьевне голову. То ли изящными коваными стульями, то ли группой Битлз в плейлисте, то ли официантами, с которыми она уже могла чуть-чуть поговорить на испанском. Дарья Юрьевна неспеша насладилась утренним кофе, полакомилась кусочком шоколадного торта, немного почитала птицам слух и неспеша направилась домой длинным путем. Семь часов пролетели, как одно мгновение. Немного уставшая Дарья Юрьевна вернулась домой в тот самый миг, когда на город опустились теплые сумерки. В квартире было неожиданно прохладно. Алеша и Женя в милых свитерах возились вокруг небольшого деревца, напоминающего елку. Чего у вас так холодно, оболтусы? Мы поняли, что без свитеров новогоднее настроение как-то не получается, поэтому пришлось кондиционер на 16 градусов выкрутить. «Держи!» – Женька кинул Дарье Юрьевне свитер. «Ну какие же вы у меня выдумщики! Срочно давайте обниматься!» Леша и Женя вскочили и обняли ее так крепко, что на секундочку Дарье Юрьевне даже стало трудно дышать. «Ой, у меня же сейчас все сгорит!» – воскликнул Леша и тут же убежал на кухню. Женька продолжал любоваться Туей. «Правда здорово, что мы украсили елочку нашими фотографиями!» Дарья Юрьевна бережно сняла с Туей один из снимков и улыбнулась. «Помню эту ночь. Мы лежали втроем на крыше и мечтали. Тогда, кажется, за ночь упала звезд 17, а ты не успевал желание загадывать». Ребята дружно рассмеялись. Вдруг Дарья Юрьевна увидела свой покрасневший от холода кончик носа и вспомнила про свитер. Она быстро надела его и расплылась в улыбке. Насколько же он оказался уютным! Она даже слегка приобняла себя за плечи и закрыла глаза. Как вдруг услышала звук затвора фотоаппарата. Женька стоял перед ней с полароидом в руках. «Да мне не хватило одного снимка для елочки! А тебе так идет этот свитер!» Женька повесил снимок на елку и радостно хлопнул в ладоши. «Красота!» И городская, конечно, но технически тоже елка. А если быть точным, то это Туя. Род голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые. Поправила его Дарья Юрьевна. Женька обожал, когда она его поправляла. Иногда он даже специально говорил какие-то глупости, чтобы ее послушать. Тут в комнату зашел Леша с подносом, на котором красовались пироженки. «У меня все готово! Включайте фильм!» Ребята и сами не заметили, как посмотрели три замечательных фильма про дружбу. На четвертом Женька уснул. «Кажется, Женька спит!» шепнула Дарья Юрьевна. Леша взглянул на Женьку и улыбнулся. «Так не хочется его будить! Но его же дома ждет кошка!» «Женька, просыпайся!» Женька открыл глаза и посмотрел на часы. «Ого, как поздно! Поеду-ка я домой!» Леша и Женька уже стояли в дверях, когда Дарья Юрьевна выбежала в прихожую. «Женька, у меня же для тебя подарок есть!» «Мы с Лешкой заметили, что ты совсем не защищаешь свою кожу от солнца!» Дарья Юрьевна протянула Женьке крем с UV-защитой от Крем Орлаб. Таких кремов у нее как раз было несколько. Она закупилась именно сайте Фом, на котором она всегда находила эффективную уходовую косметику. Ей нравилась их подборка неочевидных брендов, которые можно было купить только у них. Таймлес, Эволв, ДТМС, Текла и другие. В описании она оставила ссылку на магазин и промокод на скидку 20%. Она напомнила Женьке о том, как важно пользоваться защитой от солнца не только в солнечную погоду, но и в пасмурную. И зимой тоже. «Какие же вы у меня внимательные! И заботливые! Идите сюда!» Сказал Женька. И они снова крепко обнялись. Так они и простояли до утра, сами того не заметив. Скажем так, не все люди, которые пишут фанфики, потом становятся, переходят в какое-то официальное производство или становятся писателями, сценаристами. Но некоторые становятся. Доктор Ктовит, знаешь, сериал такой? Да. Собственно, сценарист «Доктора Кто» с 2010-го, по-моему, года. Он изначально подростком был фанатом «Доктора Кто». А-а-а! Да. О, как круто, блин! У меня аж мурашки пошли, как классно! И он писал такие вот тексты, а потом бац! И стал шоураннером, он стал автором. И мало того, этот чувак еще стал автором Шаралка Холмса, одним из двух. А, хотел еще тебе рассказать. Бритни Спирс, значит. Она тоже пишет «Доктора Кто». Она объявила конкурс на лучший фанфик на основе ее альбома. И победителю она обещала, что клип с ним снять, типа что-то такое сделать. Вот, кстати, мне кажется, если писать фанфики по творчеству групп, мне кажется, очень прикольно писать фанфики на основе песен Киша. Там столько персонажей, там столько, там такая вселенная. Мне кажется, это прям классно. Дед из проклятого старого дома встречает Лелика из песни группы «Фабрика». А помимо этого, хотел еще добавить лично от себя. Это та история, которую я знаю. Я большая поклонница и любительница сверхъестественного сериала. В смысле сериала, да. Не просто. Явление. Ну, в общем, хлебом не корми, дай, блядь, «Пиковую даму» вызвать. Я посмотрела практически все сезоны, но у них есть, значит, прям целая серия, которая посвящена фанфикшену. А они встречаются там в этом смысл? Они братья, родные. А, ладно. Ну, там есть какой-то теншин, ну, то есть, я не знаю, как это описать. Вот, например, Марвел, я знаю, часто упрекают в том, что они специально делают переглядки каких-то двух там своих героев, да. Ну, это как специально делается для того, чтобы люди писали фанфикшен. Да, да. Но поклонники не дураки. Они такие, эээ, ну, что такое? Что вы нас разводите? Мы вас разгадали, и мы напишем. Все равно. Ну, потому что факт взгляда был. С сверхъестественным, ну, там как-то странно, ну, то есть, я чувствовала какой-то теншин между персонажами, но, естественно, в сюжете этого нет. Они просто два брата, которые любят друг друга, как братья. Вот, и в одной из серий они, там, долгий замут, потому что это уже какой-то девятый сезон, сейчас присядь, послушаешь. Там был некий пророк, который видел события, которые происходят в сериале с героями. И он писал про них книги. Он пророк, он видел, он не знал о существовании реальном братьев Винчестер, но писал про них книги. И независимо от сериала, внутри вселенной в сериала эти книги стали популярными. Эти персонажи в этом мире существуют. То есть есть Дин Винчестер и Сэм Винчестер. Это вот их вселенная, где есть там дьявол-бог, и они там борются с призраками-вампирами. И параллельно в этой вселенной есть персонажи Дин Винчестер и Сэм Винчестер. И они популярны. И про них снимают фильмы. Но просто все думают, что это произведение. Понимаешь? Блядь, тебе придется посмотреть все девять сезонов, Жень, что я тебе могу сказать. Короче, неважно, есть серия, в которой они знакомятся с поклонницами персонажей своих. И, собственно, они попадают в какой-то, там, стадический городок, и там девочки играют в постановке, и они видят, как девочки, которые играют, их начинают там целоваться, потому что у них любовь. Они такие, блядь, что происходит, какие поцелуи, мы же братья. Ну, то есть авторы специально пошутили на эту тему и столкнули с фанфикшеном. И это смысл еще, вот сейчас мы с тобой поняли, я пыталась тебе что-то пересказать, объяснить, и тебе, как человеку, который не является фанатом этого сериала, довольно сложно понять, о чем я нахуй вообще говорю. Да. И поэтому мы с тобой дальше будем обсуждать, что такое сообщество, почему эти тексты, да, невозможны без коммуникации внутри сообщества. Так, давай с тобой обсудим сообщество. Мы несколько раз уже произносили это слово. Давай попытаемся разобраться, что же это такое. Почему для фанфикшена так важна коммуникация? Вообще, про сообщество можно начинать говорить только, наверное, с 70-х годов. Конечно, там были сообщества, связанные там с Шерлоком Холмсом и какие-то другие, но это все равно не носило такого массового характера. Понимаешь, да? А вот когда появляются телесериалы популярные в 70-е, такие как Стартрек, у таких телесериалов, особенно у Стартрека, появляется куча поклонников, которые начинают объединяться в группы. Они создают какие-то там фестивали поклонников Стартрека, переодеваются в персонажей, и они начинают писать тексты. Где они их распространяют? В газетах? Не, не в газетах, они создают собственные журналы, фанзины, так называемые, и сейчас такие фанзины могут стоить по несколько тысяч долларов, потому что это уже такие культовые вещи, понимаешь? Да. Но по-настоящему массовым явлением это становится, когда появляется интернет. Количество людей, которые так или иначе имеют отношение к фанфикшену, даже невозможно посчитать. То есть это несколько миллионов. А сколько их и сколько вообще созданных текстов, мы сказать не можем, потому что такие тексты это явление эфемерное. Автор может на какую-то популярную платформу залить свой текст, а потом взять и удалить его. Сервер может обрушиться. Кто-то дублирует свои тексты на разные платформы, выкладывает. А есть интересные люди, которые пишут в стол, например, вообще и не публикуют это? Ну, тогда это с меньшей степенью вероятности можно назвать фанфикшеном, потому что фанфикшен все-таки это в первую очередь про коммуникацию. То есть это действительно единственная причина, по которой человек может это делать? А может быть человек хочет просто, ну, например, практиковаться в писательстве? Собственно, фанфикшен как сообщество это самое лучшее место для того, чтобы практиковаться? Тут какая интересная штука происходит? Есть у нас вот практика чтения и практика письма. Это изначально совершенно разные вещи. Фанфикшен это одно из первых явлений вообще, мне кажется, в истории человечества, которое эту ситуацию переворачивает. Чтение фанфикшена вовлекает тебя в написание фанфикшена. То есть читая такие тексты, ты, скорее всего, рано или поздно придешь к написанию этих текстов. И само сообщество будет тебе помогать. Потому что у многих платформ существуют разные инструменты типа бета-чтения, а люди могут тебе советовать. Ты можешь общаться с людьми, они могут тебе какие-то подкидывать идеи. Это действительно очень круто, что люди просто ради интереса, ради каких-то вещей некоммерческих абсолютно, потому что никто из членов сообщества не преследует никаких коммерческих целей. Фанфики это тексты, на которых люди не зарабатывают. Но так же не всегда происходит. Ну окей, хорошо, если мы берем, но мы еще не пришли к этому, но если из фанфикшена вырастает прям произведение, хоть и изначально это был фанфикшен, но теперь это отдельное произведение, человек может на нем зарабатывать. То 50 оттенков серого. Да. Так произошло с этим текстом изначально. Фанфик по сумеркам. Как зовут автора? Я не помню, к сожалению. Вообще стоило бы, конечно, помнить имя настолько богатой женщины. Ее зовут Эрика Джеймс. Эта женщина написала фанфик по сумеркам, а потом взяла, удалила этот фанфик, чуть-чуть переделала эту историю, да, убрала оттуда вампиров, подростков, что там еще было в сумерках, свечения, отца с усами, поменяла имена и сделала то, что называется оригинал. Оригинальное произведение. Да. Насколько оно оригинальное, трудно сказать. Я смотрел 50 оттенков серого и смотрел сумерки, и я могу сказать, что кроме того, что это история любви, каких-то отношений между двумя людьми, наверное, я совпадений прям таких не нашел. То есть, в принципе, точно так же можно сказать, что сумерки похожи на Титаник. Да, ты все правильно подметил, и поэтому ты сейчас поймешь, почему это не фанфик, и почему фанфики не могут быть опубликованы и не только из-за авторских прав. Самые лучшие фанфики никогда не будут опубликованы, потому что они рассчитаны на других читателей. То есть, это создается внутри сообщества, которая фанатеет от какого-то произведения. Они очень хорошо его знают. Да. А вот как я тебе сверхъестественно начала объяснять, ты ничего не понял. Если бы я написала сейчас текст по сверхъестественному без знания сверхъестественного, да, каких-то там просмотров. Нужно понимать контекст. Да. Нужно понимать контекст. А помимо этого есть еще такая штука, которая называется фанон. Вот есть канон. Канон – это главный текст, которому ты отсылаешь. свой, да. Гарри Поттер вот есть главный текст, да, канон. И ты пишешь свой фанфик. А помимо этого еще есть фанон. Это корпус текстов, которые были созданы вокруг канона. Это фанфики, там, типа сюжеты, связи, отношения, которые уже существуют и описаны другими людьми. То есть, когда ты пишешь классный фанфик, который оценит сообщество, ты учитываешь и канон, и фанон. То есть, ты в теме. Ты в теме не просто, посмотрев, да, там, какой-то там фильм или прочитав какую-то книгу, ты в теме того, что было уже классного, написано на эту тему. Чтобы не повторяться. Чтобы обогатить. Понятная история, там, как там звали, Анастейша и мистер... Грей. Эта история понятна. Для этого ничего не нужно знать дополнительно. Не нужно было читать «Сумерки», не нужно читать классные, знаменитые фанфики, которые написаны по этой теме. Не нужно знать, какие основные там отношения, какие конфликты уже вскрыты, как какие-то люди уже отвечали на какие-то вопросы, которые возникают после прочтения. Вообще, на самом деле, я была настолько сильно поражена, когда начала в это погружаться и вникать. Это, правда, очень здоровое сообщество. Одно из самых лучших сообществ, которые я видела в своей жизни. Короче, у каждого фанфика должна быть шапка такая своеобразная, где указывается очень много вещей, которые характеризует данный фанфик. Например, там может быть указан рейтинг, там может быть указаны теги отношений, кто в отношениях, какие отношения. Триггер какой-то, да? Триггеры, типа, что если есть что-то опасное. Да, триггеры указываются. И также указывается отношение автора критики. Например, типа, хочу критику, не хочу критику, хочу мягкую критику, не хочу никакую критику. Это так называемый контракт на удовольствие. Так называют это исследователи. То есть, люди, которые приходят в сообщество и хотят почитать какие-то тексты, должны получить то, чего они хотят. То есть, шапка вот эта должна соответствовать тому, что человек обнаружит внутри. Если этого не происходит, то будут какие-то предупреждения, а иногда, если прям совсем человек нарушает правила сообщества, то текст может быть удален. Но, насколько я понимаю, обычно в этом не происходит, потому что все в этой коммуникации заинтересованы в том, чтобы не навредить друг другу, не нарушить границы. И поэтому там очень мало такого дерьма. И люди друг друга поддерживают. Например, если автор хочет какую-то мягкую критику, люди действительно дают ему мягкую критику. И в этот момент они еще предъявляют требования к себе как к редакторам. И тут скорее идет речь даже не про редактуру, а про какие-то предложения и мягкие корректировки и изменения. То есть, давление в этом сообществе... Да, точно, точно. Я видел. Люди иногда пишут запрос на фанфик. Да, да, такое существует. Люди могут дарить друг другу фанфики на какое-то там на день рождения и прочее. Да. Мне кажется, что это прикольно, потому что, например, вот я хочу какой-нибудь фанфик очень специфический про Михаила Круга и Наруто. Как они встретились в Пивной, в Твери и разговаривают о том, как Круга достала Ирина, а Наруто достала Хината. Да. И я могу просто с этим запросом прийти куда-то, ну, на какую-то площадку, то есть я могу на какой-то форум условно прийти и сказать, напишите, пожалуйста, такой фанфик, и реально люди это напишут и вообще, может быть, даже и классное время проведут. практика максимально тебя практика чтения, а максимально вовлекает тебя в практику письма. Фанфик показал, что писать вообще-то может каждый. А это стало не так страшно, потому что как работает вообще официальная литература, что мы имели до этого? Есть издательство с редакторами, ты отправляешь туда свою рукопись, раньше ты это делал там с помощью почты, коней, кого угодно, сейчас ты делаешь с помощью интернета, но в принципе механика одна и та же. Ты отправляешь каким-то профессионалам, каким-то дядям, которые сидят и решают, говну ли твой текст. Все равно так или иначе мы знаем очень много примеров того, как талантливым писателям, которые стали потом классиками, отказывали в публикации. Да, да, да. Издатели. Да, отправляли рукописи обратно. И сколько таких людей, про которых мы ничего не знаем, потому что с ними произошло то же самое. Угу. Потому что они отправили текст, получили отказ, разочаровались в себе и перестали писать. А руководствоваться издателем может чем угодно, то есть вообще чем угодно. Он может думать, а будет ли это продаваться? Он может думать, а кто написал этот текст? А может быть, это женщина написала? Нет, женщину издавать не буду. То, что нам кажется вполне естественным, и обычно мы об этом не задумываемся, на самом деле огромный институт, который совершает ошибки. Может совершать их. И люди, естественно, боятся отправлять свои тексты в издательство, потому что это довольно страшно, особенно, когда ты пишешь просто потому, что тебе нравится, предположим. А это получается такая площадка, платформа, на которой тебе максимально не страшно. И писать ты можешь о чем угодно, то есть есть куча разных текстов, совершенно невообразимых. Например, Гарри Поттер, который живет в Советском Союзе, работает в конструкторском бюро, и значит, он там какой-то член госаппаратом, там про какую-то партийную власть, и человек, который это пишет, ты понимаешь, какой он объем поднимает информацию, то есть он изучает, что такое партийное функционерство, как это все тогда работало, делает переносы. Это очень большая, объемная, сложная работа, и на это есть запросы, у этого есть читатели. Это очень здорово. Это максимальная демократизация литературы. А с другой стороны, фанфикшн заставляет нас задуматься о том, как мы читаем. Вот, грубо говоря, есть два вида чтения. Критический, рациональный, да, вид чтения, и аффективный, эмоциональный. Так, не понимаю. Эту классификацию придумали, по-моему, в 18 веке, и вот тогда говорили, что вот это аффективное, эмоциональное чтение, это чтение плохое. Это чтение, в первую очередь, любовных романов, порнографии, и, как ни странно, религиозных текстов. Почему оно плохое? Да. Почему оно плохое? Потому что оно не критическое, то есть оно взывает к твоим эмоциям, к каким-то вот, типа, вот этому запойному чтению, когда ты погружаешься в текст, но как будто бы его не осмысливаешь. А есть чтение хорошее, правильное, вот оно рациональное, оно там подрубает себе критическое мышление, и вот так вот читать надо, а вот так вот читать не надо, это недостойно. И вот сейчас исследователи пришли к выводу, что на самом деле это не так аффективное, эмоциональное чтение, это тоже вид познания, как и критическое чтение. Просто немножко по-другому работает. И поэтому про какое-то плохое чтение говорить вообще не приходится. То есть это та установка, которая у нас очень давно существует и которая сейчас себя дискредитировала. То есть уже исследователи про это говорят. Мы с тобой обсудили, что вот есть официальный институт литературы, есть вот у нас фанфикшн, который максимально демократичный, который сближает технику письма и технику чтения, и который чем-то всё-таки отличается от официальной литературы для писателя, что очень важно. Я Я Я Я Ярмарка Янтарь Язык Молодец, Жек. Ну, это ясное дело. Для профессионального писателя очень важен язык. То есть ему важно, как написано. Предположим, ну, все там вспоминают Набокова. Язык Набокова, он максимально непрозрачный. Он делает барьер между читателем и текстом. Специально. А фанфикшн, наоборот, самое главное для фанфикшна, чтобы этого барьера не было. Есть тексты, которые написаны так же искусно и так же хитро выебанно с точки зрения языка, но их меньше просто. В основном люди тут думают о том, что написано, а не о том, как. Но при этом они стараются писать хорошо, конечно же. Давай с тобой поймем, кто пишет фанфикшн, кто состоит в этих сообществах. Попытаемся сделать какой-то портрет, характеристику этой аудитории. Мне кажется, это может быть абсолютно вообще кто угодно. Ну, давай начнем с базового. Кто это? Мужчина, женщина, по-твоему? Я думаю, что зависит от фандома, наверное. Ну, в основном все равно подавляющее количество какой? Подавляющее количество, да, я думаю, что в основном это женщины. Правильно. В Британии, значит, проводились исследования. Исследователи проанализировали тексты, там, опубликованные за последний год, художественные произведения, и проанализировали критику литературную, которая была в журналах. И выяснили, что в основном публикуются мужчины, мужчины-критики, выбирают тексты, которые написали мужчины, и пишут о них. Понимаешь, да? Потому что институт литературы это изначально мужской институт, там мужчины представлены намного больше. Исторически так сложилось. Но при этом другие исследования, которые анализировали количество процентно читающих людей среди мужчин и женщин, показали, что женщин, читающих, активно читающих примерно 50%, а мужчин что-то там чуть больше, чем 20%. Но при этом у женщин нет возможности, да, как-то нету платформы, где они могли бы высказываться, писать, обсуждать, читать. И поэтому закономерно возникает такое явление, как фанфикшн. И поэтому в основном у него женское лицо. Потому что женщины наконец-то получили доступ к тому, чтобы стать авторками. Поэтому в том числе, что ты приходишь туда как в какое-то безопасное место, где все тебя поддержат. Ну, отчасти, мне кажется, это действительно объясняется этим. С другой стороны, ты приходишь в место, где все участники разделяют с тобой одни и те же ценности. Это очень здорово. Там же действительно есть своя лексика, которую я не понимаю, например. Я не знаю, что такое стэнить. Я периодически, опять же, про себя что-то такое нахожу, читаю, что что-то там стэню, Женю Калинкину, и я сижу, что это значит? Надеюсь, это что-то хорошее. Надеюсь, что это не значит. Ну, вроде как. В основном это... Представляю, как его расчленяют. Я подумал о том, что это же прям другая форма общения. То есть, это не... Вот есть, например, форум, где молодые мамы спрашивают, что делать, если у ребеночка руки посинели. Вот. Это тоже как бы форма общения. И это тоже такая форма общения, только она очень необычная. То есть, это люди, которые общаются с помощью создания произведений, создания текста. Ну, то есть, и это такой вот такой как будто бы мастер-майнд, знаешь. Они могут рефлексировать с помощью этого. То есть, это все какой-то... Ну, это может быть самой настоящей терапией. Это очень на самом деле круто. А, это очень важная функция. Функция утешения большая и чтения, и написания фанфиков. Весь 20 век говорил о том, что очаровываться, зачаровываться, это очень плохо. Нужно жить в реальности, да, и никак ничем не очаровываться, потому что это все чревато. Ты можешь оторваться от реальности. Сейчас мы понимаем, что очарованность чем-то, каким-то другим миром не свидетельствует о том, что ты теряешь связи с этой реальностью. Люди приходят туда с определенным запросом, и они получают то, что им нужно. Хотят они чуть-чуть подольше остаться в том мире, который им полюбился. Хотят они найти там друзей. Хотят они прочитать какой-то текст, который посвящен боли, утраты. Потеря у тебя какая-то произошла. И ты с помощью этого текста получаешь то самое утешение, которое тебе нужно. И с помощью людей, которые в этом сообществе состоят, которые тоже могут тебя поддержать, которые могут тебя во всех смыслах поддержать, могут стать твоими друзьями, настоящими. Конечно, там есть, наверное, какие-то примеры неэтичного, неправильного, неклассного общения, но как будто бы там это происходит гораздо меньше, чем в Ютубе в том же самом. Потому что я вообще боюсь открывать комментарии часто, особенно, если это какое-то... Вообще, всегда я боюсь открывать комментарии. Даже под нашими видео. Хотя там, слава тебе, Господи, очень мало токсичных, мерзких, несправедливых комментариев, комментариев, которые пытаются тебя оскорбить, задеть, уничтожить. Но все равно я боюсь читать комментарии, потому что, как известно, можешь потом сидеть вот так вот и охуевать целый день от того, что ты там прочел. Мне кажется, что среди нашей аудитории есть вообще очень большое количество людей, которые состоят в фандомах. Я практически в этом уверен. Мне тоже кажется. Да, да, и я обрадуюсь, если я узнаю, что это действительно так, потому что, ну, это, во-первых, станет еще одним объяснением того, почему у нас так сладостно в комментариях. Это действительно так. Я, правда, мало где такое встречаю. Это не обязательно какие-то комплименты. Это может быть и критика какая-то, но ее действительно же можно писать по-разному. Вот, да, и то, как общаются люди у нас в комментариях, как они общаются друг с другом. Я действительно крайне редко встречаю у нас в комментариях какие-то срачи, какие-то оскорбления, переходы на личности и прочее, и прочее. Все люди вообще-то друг друга поддерживают и пишут очень добрые вещи, и это очень классно. Если можно было бы назвать, я не знаю, насколько это громко будет сказано, там, людей в комментариях под нашими видео каким-то фандомом, да, или что-то в этом духе, то я считаю, что у нас он просто прекрасный. И да, спасибо вам, что вы есть. Есть еще одно предупреждение, связанное с фанфикшеном, которое хотелось бы обсудить. Я очень часто сталкиваюсь с таким мнением, что фанфики пишут подростки. Да. Их пишут подростки так же, как подростки смотрят фильмы про супергероев. Но фильмы про супергероев смотрят не только подростки. Если посмотреть статистику, то оказывается, что в основном фанфикшен пишут взрослые люди с высшим образованием, проживающие в больших городах, и часто они еще и оверквалифицированы. То есть, понимаешь, это люди, у которых не то чтобы заняться нечем, у них есть какая-то очень важная, сложная работа, но в рамках которой они, возможно, не раскрывают свой творческий потенциал. И это просто их возможность реализоваться. Блин, ну вообще, на самом деле, да даже если бы это писали только подростки, это не повод обесценивать это или говорить об этом как-то пренебрежительно. К фанфику странно предъявлять какие-то вообще какие-либо требования, как и вообще к любому тексту. У конкретно фанфиков есть своя аудитория, и если вам это не нравится, это просто не вы. Мне кажется, что это правда так и работает. Ну, я не представляю, при каких обстоятельствах фанфикшн может кому-то навредить. Я не представляю, почему это можно запрещать. Я не представляю, почему это можно осуждать. мне очень обидно, что люди, не разобравшись в том, что это такое, начинают критиковать само явление, что чтение фанфикшена многими считается недостойным видом чтения, хотя исследователи так не считают. Чтение официальной литературы дает нам такой символический капитал, понимаешь, да? Ты присваиваешь себе великие имена. Например, я читал Гомера, я там читал, не знаю, Геоты. И из-за этого ты считаешься в обществе человеком читающим. А когда ты читаешь то, у чего и автора с точки зрения официальной литературы и нет, потому что многие эти произведения создаются под псевдонимами, анонимно. У меня есть подруга лучшая моя, которая вообще-то кандидат наук, которая читала в своей жизни очень много всякого сложного, высокого, официального, неофициального, но там годы с 2005, наверное, она в этом сообществе. И вот она мне говорит, вот сколько бы я этих текстов не прочитала, всем плевать. То есть меня никто из-за этого читающим человеком считать не будет. Я не войду в этот элитарный круг лиц. И это пиздец как обидно, потому что фанфики — это литература. Очень многие ставят этот вопрос, является ли фанфикшн литературой? Да, блядь, является. И очень жаль, что в обществе столько снобов, которые позволяют себе не обращать внимания в лучшем случае на это явление, а в худшем случае критиковать его, оскорблять. В России, например, это явление практически не изучено. То есть, мне кажется, есть всего лишь несколько специалистов, которые занимаются изучением фанфикшена с точки зрения науки. Вот была прекрасная Наталья Самутина, мне она очень понравилась. Она недавно скончалась, к сожалению. И вот она говорила о том, что, да, вот для моих коллег я, конечно, что-то такое забавное, когда я выступаю с докладами, никто, конечно, там не покидает аудиторию, не вскакивает с криками, да вы охуели, что вы за хуйню тут несете. Говорит, ну, некоторый скепсис, конечно, я вижу по отношению к тому, чем я занимаюсь. Или там коллеги-филологи могут сказать, а, эти ваши фанфики, это то, что маргиналы пишут, да. И вот этот спор, да, о том, кто маргиналы, что маргинальная литература, кто власть имеет, вот эта вот борьба за власть внутри литературы меня лично очень расстраивает. Мне кажется, что места хватит всем, и не обязательно отменять официальную литературу, людей, профессионалов, которые, да, посвятили свою жизнь игре с языком. Это также прекрасно, то есть это, ну, я это очень сильно люблю. Но это не означает, что людей, которые пишут фанфики, потому что хотят, потому что это им очень многое дает, и людям, которые читают эти фанфики, тоже очень многое дает. Хотелось бы, чтобы это друг другу не противоречило и просто существовало параллельно, и все. И этот вопрос был снят. Сейчас мы с тобой по классике будем обсуждать какой-то конкретный текст, но сначала хотелось бы упомянуть о том, что я тоже в свое время писала фанфикшн. Ничего себе. Я, кстати, весь выпуск хотел у тебя об этом спросить, но подумал, что ты наверняка об этом расскажешь. В моем случае это скорее было дурачество, потому что в то время у меня, по-моему, еще даже интернета как такового не было. Ну, то есть он какой-то был, но такой номинальный, как я его называю. Мы писали фанфики, ну, если их так можно назвать, на уроках с моими школьными друзьями. Вот. Одна из них та самая кандидатка наук. Да. И это была вообще любимая часть уроков. Мы в основном писали фанфики по Наруто и по Волстильным колец. В Волстильным колец мы вообще играли. У нас были у каждого свои персонажи. Я была Леголасом. Трудно в это поверить, но это так. Моя лучшая подруга была Арагорном, а третья наша подруга была Гном. Но там мы дурачимся, конечно, в основном, но все равно для меня это очень ценная и памятная вещь. И мы сегодня с тобой будем обсуждать конкретный текст. Так, я заинтригован. Посвященный вселенной Гарри Поттера. И все? Ну, я, если честно, не то чтобы очень удивлен, потому что я знал, что ты выберешь что-то релевантное. Но я очень рад. Сначала я хотела прочесть Гарри Поттер. Господи, я все время называю Гарри Поттера «Критика чистого разума». Но это Кант. А это Гарри Поттер и принципы рационального мышления. А, я что-то слышал про это. Это вообще, наверное, один из самых знаменитых фанфиков, наиболее известный. У него есть даже печатная версия, что не противоречит тому, что это некоммерческая история, потому что там была в России запущена краудфандинговая кампания, люди кидали деньги и собственно печатную продукцию не продавали. Ее нельзя было купить в магазине. Да. Поэтому это все еще остается некоммерческим произведением. Просто у него есть физический носитель. И большое количество поклонников, потому что с одной стороны он по вселенной Гарри Поттера, это фанаты Гарри Поттера, а с другой стороны есть фанаты у рационального мышления. Я не дочитала и прочила, мне кажется, всего лишь несколько глав, но замут там какой? У него есть тетя Петунья, но она не выходит замуж за Вернана Дурсли. Она выходит замуж за профессора университета, который занимается наукой. И Гарри Поттер растет в семье полной любви, он называет их мама-папа, и он такой весь из себя рациональный и шарит в науке в 11 лет. И он поезжает в Хогвартс. Не могу сказать ничего про него там хорошего или плохого, это прикольная идея, здорово обсуждать вот под таким углом смотреть на вселенную Гарри Поттера. Да, интересно. Но это не то, что мне нужно. А как мы помним, самое главное в фанфикшене это получать удовольствие и твои интересы, чтобы тебе нравилось. Ну да, релевантность. Я вот поняла, что мне не нравятся альтернативные вселенные. В фанфике я скорее ищу возвращение к канону, да, вот возможность еще раз вернуться в ту самую вселенную, которая мне полюбилась. Да, 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 понял. Вот, и поэтому Гарри Поттер и принципы рационального мышления это просто не мой текст. Так получилось. Вот. И я начала искать другие фанфики и наткнулась на замечательный фанфик, который называется «Однажды 20 лет спустя». Я тебе сейчас зачитаю шапку. Есть автор, ее зовут Альтея. Ну, помнишь, мы с тобой говорили про псевдонимы, про некоторую анонимность. Вот, я бы тоже себе придумала псевдоним. Ты бы какой себе взял? Не на Т. Что у нас дальше? Дальше у нас рейтинг. Помнишь, вот возрастные ограничения, про которые вы с тобой говорили. Тут рейтинг дженерал. Ну, то есть, подходит плюс-минус для всех. Жанр общий. Размер, что важно, всегда указывается. Ну, то есть, чтобы ты понимал, сколько времени ты потратишь на прочтение данного конкретного произведения. Я взялась и замахнулась на Максе. Он действительно на Максе. Там 114 глав плюс эпилог. Нихуя себе. Да, это большое произведение. Дальше. События. Что здесь есть? Аскабан, фика второстепенных героев, философские размышления, пост Хогвартс, Аврорат, аристократия, власти, магического мира. Вот. Дальше есть персонажи у нас. Вот знак, вот такой вот слэш в фанфиках обычно означает, что это какая-то пара. Тут у нас есть персонажи, у которых есть отношения. Это Гарри Поттер и Джинни Уизли, ожидаемо. Люциус Малфой и Нарцисса, ожидаемо. Малфой, у которого почему-то ни с кем нет отношений. Хотя у него есть жена. Ну, кто его знает. И дальше начинаются персонажи. И вот я тебе сейчас их прочитаю, ты скажешь, что ты про них помнишь. Уолден Макнейр, Радольфус Лейстриндж, Рабастан Лейстриндж, Эйвери, Август Руквуд, Альбус Северус Поттер, Джеймс Поттер-младший. О, последний, это Дети Поттера. Да, тут еще есть Гермона Грейнджер, я просто ее пропустила. Сюжет там такой. Вот Гарри Поттер, он уже победил 20 лет назад Волан-де-Морта, все, упивающиеся смертью сидят в скобане. Он 40-летний мужчина, что он смотрит, возможно, хоккей и ест чабупеля. А квиддич, давай на реале, это канон. Все-таки. Простите. Да, смотрит квиддич и ест чабупеля. Вот, он женат на Джинне, все вот так, как могло бы действительно произойти после окончания книги. Все у него хорошо, трое детей. Он работает в Аврорате. А что такое Аврорат? Он мракоборец. Аврор – это то же самое, что и мракоборец. Просто разные переводы. Прошло 20 лет с момента победы над Волан-де-Мортом, это юбилей, и будет какое-то большое торжество. Но Гарри Поттеру неспокойно. Значит, какое-то время он уже раздумывает о том, кого они осудили на пожизненное пребывание в Аскабане. То есть какое-то количество пожирателей смерти было убито во время битвы, но остались и те, кого схватили, и над ними состоялся суд, и они вот 20 лет сидят там. И, собственно, это вот те самые персонажи, про которых нам практически ничего не известно. И это вот то, что делает фанфикшн, да? То есть это вот какие-то пробелы в истории, которые хочется заполнить. Да. Про пожирателей смерти, про их мотивы, про то, что они за люди. Джоан Роулинг написала мало. И вот это и есть, собственно, сюжет этого фанфика, этого произведения. Гарри Поттер начинает внимательно вглядываться в историю каждого осужденного, который сейчас находится в Аскабане, который получил пожизненное за то, что он имел дела с Волон-де-Мортом. Его сначала начинает волновать история Эвери, потому что на его палочке не было зафиксировано ни одной Авады Кедавры. Ну, ты понимаешь, что это немножко другой суд. Там есть какие-то ЭВМ, вычислительные какие-то машины, которые могут зафиксировать количество Авады Кедавры. Ни одной Авады Кедавры не зарегистрировано. Одна Вингодиум Лавиоса и три Люмоса. Мужчина, поднял в воздух перо и освещая себе путь, покинул дворец. Ну, типа того. Ты понимаешь, что у них есть некоторое количество преимуществ перед судом магловским, потому что магловский суд может ошибаться, а у волшебников есть вот эти ЭВМ, которые могут посмотреть, какие заклинания колдовались с этой волшебной палочки, а они могут иметь доступ к твоим воспоминаниям, твоим мыслям. А почему произошло так с этими пожирателями смерти? Потому что после победы над Воландомортом суд был проведен поспешно. То есть не было никакой дискуссии о том, что эти люди могут иметь какие-то личные истории, мотивы. Это уже фанфик, да? Да, это уже фанфик. уже нет? Все. Могло ли так произойти? Почему бы и нет? Почему бы и нет? Согласен. Да. Скорее всего бы этих людей посадили бы не то чтобы без суда и следствия, но особенно как бы не вглядываясь, я думаю, потому что слишком велика была травма, слишком потрясло это магическое сообщество, тем более там война вообще-то последняя битва где проходила? В школе. Огвардс, да. Не участвовали дети. Это то, что заставило Гарри Поттера усомниться в правильности их решения, потому что очень многие из осужденных вообще не были на территории Хогвардса в этот день. Они не участвовали в битве. Типа Эвери не было. Это тот, у которого ни одной Авады Кедавры вообще не было зафиксировано, который никогда скорость не превышал. Вот. И он начинает беспокоиться и думает, что все эти дела нужно пересмотреть, потому что люди сидят уже 20 лет в Аскабане, а Аскабан, как мы помним, это не шведская тюрьма. Не самая приятная, да. Там Дементоры, помним, да? Да. Но вот она оттуда Дементоров убирает, но отсутствие Дементоров приводит еще к худшим последствиям у нее в книге. И это тоже логично. С точки зрения канона это тоже логично. Я не буду этого рассказывать, потому что это вот прямо, знаешь, уже погружаться, погружаться. Если заинтересует, можешь прочитать. Так, ну, просто она делает разные вещи, которые логичны с точки зрения канона. Ничто там не противоречит ему практически. Ну, во всяком случае, я не заметила. Я, конечно, давно не перечитывала текст, но вот на мой вот такой вот взгляд человека, который имеет представление о Вселенной, как будто бы все очень ладно. И она внимательно вглядывается в то, как эти персонажи, выжившие после битвы и осужденные там на пожизненное, как они вообще дошли до жизни такой. Какова степень их участия в этих событиях, их история. И это очень сильно обогащает основной текст, по мне так. Ну, предположим, да, вот такая мысль мне в голову, например, не приходила никогда, что все сторонники Волан-де-Морта младше, чем он сам. Волан-де-Морт, ну, плюс-минус, там, типа, ему было 20-30, между 20-30, но ближе вот к 30 годам, когда он, в принципе, вот начал собирать вот эту компашку веселую, да, и находить пожирателей смерти, своих сторонников. А все его сторонники на момент вступления в ряды были моложе 20 лет. Угу. А разве это не важный факт? Ну, то есть, это люди незрелые, которые хотели как-то менять мир, которые попали под обаяние, под сильное влияние человека, который в тот момент не был еще без носа, змеей вот этой лысой. Ну, типа, харизматичный лидер, условно, как секта. Да. И то есть, это дурачки. И в этом тексте четыре человека сильно сожалеют о том, что так случилось, что они стали служить не тому человеку. Там, Макнейр, он был палачом в Гарри Поттере в каноне, помнишь, который пытался клювику голову отрубить. Да. Он работал в Министерстве магии, и, собственно, он там предстает таким дядькой специфическим, но приятным. Человек, который 20 лет посидел, подумал и объясняет свои действия следующим образом. Мне нужно было кому-то служить. Ну, я очень сожалею о том, что я начал служить не тому. Но я ничего в этом, к сожалению, поменять не могу. И то есть, там сложные психологические портреты людей, которые так или иначе оказались вот в этой ужасной банде, да, и стали рабами Волан-де-Морта, потому что это тоже вещи, которые мы забываем, что Волан-де-Морту не служили, рабами были. То есть, а слушаться Волан-де-Морта было нельзя. И тут уже вопрос о том, смелый ли человек, да, возможно, вот какой-нибудь Гарри Поттер сказал бы, что нет, мои идеалы, мои принципы важнее моей жизни и жизни моих близких. Но много ли таких людей на самом деле? Блин, прикольно. Это максимально неочевидно. Максимально неочевидно. И там очень много всяких вот таких классных находок, неочевидных вопросов, потому что Гарри Поттер это же не просто история про магию, а это лично для меня, я думаю, для многих, это была такая система моральных координат, направляющая в детстве, которая помогала разобраться с тем, что хорошо, а что такое плохо. Будучи уже взрослым, я оглядывался на этого персонажа и фильмы пересматривал, книжки не перечитывал, к сожалению. Но я понял, что Гарри Поттер мне не очень нравится как герой, ну, в смысле, сам персонаж. Ну, типа, да, он какой-то просто тинейджер, максималист, крикливый, что-то там про дружбу орет все время, на самом деле тщеславный, как мне кажется, и, ну, такой, короче. Последнее, что я помню там о Гарри Поттере, да, это там, Гарри Поттер в 17 лет, ну, и 4 минуты кадры со старившимся Гарри Поттером, который провожает своих детей, блядь, в Хогвартс. Так или иначе, какой-то подробной информации о том, каким человеком мог стать Гарри Поттер, у нас нету, потому что, ну, как говорится, все из детства, да, а тут детство очень специфическое, и вот, вот что с человеком стало, очень интересно, он еще и, блядь, женился на Джинни Уизли, ну, давай, давай помнить. Ситуация так себе, согласна. Да, вообще, вообще ничего не понятно, человек женился на просто катастрофически непрописанном персонаже, вот, и что с ним, что же с ним могло стать, то есть сейчас ему уже там под 40, и он уже не максималист, вот, судя по всему, да, потому что он, для него мир не черный и белый, раз он задумался об этом, да, прошло 20 лет. Он задумался, чуть ли не впервые. Но он задумался, он задумался, такой, типа, блин, а, как бы, может быть, не так просто, может быть, можно посмотреть на этих людей и подумать о том, почему так сложилось, вот, то есть это прикольно. Посмотреть дела, потому что это и есть справедливость, по сути, да, про которую очень много говорится в книге. Люди и так 20 лет отсидели, и какое будущее, да, вы хотите построить, если вы принимаете такие решения, какое светлое будущее для кого. И Гарри Поттер в этом тексте вообще начал мне нравиться. И вот это отличие от канона, да, потому что в какой-то степени она хорошо передала манеру Джоан Роулинг, как по мне. То есть она прописала его так, каким бы он действительно мог бы стать. Ну вот, и узнается там Гарри Поттер со своей принципиальностью, поспешностью, какими-то бесявыми штуками. Но он меняется за счет общения с Люциусом Малфоем. Это один, второй, мне кажется, центральный персонаж. Да. Это ахуй вообще. Да, Люциус Малфоем. Да, я обожаю Люциуса Малфоем. Да, он немножечко отличается от канона очень сильно. У них создаются очень нежные отношения с Гарри Поттером к концу фанфика. Но это, вот если ты читаешь первую страницу, Подожди, но он общается с ним, он общается с ним в Аскабане, да? То есть в тюрьме он с ним общается? Нет, Люциус не сидит в Аскабане. Люциус оправдан. Он присидел год в Аскабане. Ну, вообще-то, да, нарцисса Малфоем спасла Гарри Поттера. Ну, как спасла, типа, там был такой замут. И Малфоем тоже не участвовал в битве. Вот, у него было очень много оправдательных всяких штук, и его отпустили. Он находится на свободе. Но он переживает за Лейстринджей, за, там, Эвери и за Макнейра, потому что они не друзья, а как родня, типа, свои. Свои, он говорит. Это свои, это даже ближе. От своих не отказываются. И вот Малфоем показывает, как будто бы, Гарри Поттеру, каким еще может быть мир. Ну, по сути, весь текст, это разговоры, диалоги между Малфоем и Гарри Поттером. Там не очень много действий, очень много диалогов. И они, кстати, очень классно прописаны, что довольно сложно. То есть, она, конечно, софистка, то есть, она приходит к совершенно невероятным вещам из точки А в точку Б. Если вот пропустить этот путь в 114 глав, ты думаешь, да схуяли, блядь, Люциус Малфоем, да, испытывает чуть ли там не отцовские чувства к Гарри Поттеру. Схуяли. А читаешь, такой, ну да, ага, ну логично, вот это обсудили, побазарили. Вот тут ему пизды прописал, вот объяснил, что не бывает там типа темной и светлой магии, вот рассказал ему, что там хорошо, это для кого хорошо, да, то есть, вот такого вот хорошо не существует, всеобщего блага не существует. Гермена Грейнджер на помощь пришла, да, она же полагет всего нормального и вообще адекватного. Да. И тут она точно такая же. То есть, она говорит, ну, Гарри, тебе станет намного проще жить, если ты вообще поймешь, что люди-то разные, что они исходят из разного, что они поступать могут по-разному, вот не решай за них, тебе проще жить будет. И вот, и, кстати, почему-то Рона уезли практически нету в тексте. Он муж Гермионы, он два раза присутствует в каких-то двух сценах, но его вообще обходят стороной, видимо, бесит. невероятные вещи в этом тексте происходят. Повторюсь, Ютс Смалф и чуть ли не член семьи Гарри Поттера, и наоборот, и все дружат между собой. Ну, как дружат? Это заход на то, что будет какой-то другой новый мир, в котором люди будут исходить из других вещей. Потому что тот мир, в котором описывается фанфике, где победило добро, но при этом Слизерин является самым непопулярным факультетом, которому не дают выигрывать в соревнованиях, в котором дети ходят группками, потому что на них постоянно нападают. Да? В котором победители правы, понимаешь? Никто детально не разбирался, кто что сделал. Там есть виновные люди. Я не помню, ты Кэрол, брат и сестра, помнишь? Нет, не помню. Но это пожиратели смерти, последователи, они реально ебанутые, то есть они садисты, они отвратительные люди. Оба. И они опасны, они потенциально опасны, и они не раскаиваются в том, что они сделали. То есть, нет, они хотят оказаться на свободе, но будут продолжать кого-то насиловать. Там есть люди, которые виновны. Но есть люди, которые свое как будто бы отсидели уже. Есть люди, которые как будто бы даже и больше отсидели. Есть люди, которые считают, что они недостаточно отсидели, и посидеть еще надо. разные люди. И поэтому это вот какой-то текст про то будущее, которое хотелось бы вместе создавать без стереотипов, без оголтелого осуждения, с пониманием действительно того, что бывает по-разному. Поэтому я хочу тебе зачитать маленький кусочек, он не в самом конце, он не как основная мысль, но это спор Гарри Поттера и Молли Уизли с Артуром. Гарри собирается им сообщить о том, что хочет подать прошение о пересмотре дел пожирателей смерти, которые сейчас находятся в Искобане. А для семьи Уизли это очень личное дело, потому что один из пожирателей смерти, как ты помнишь, виновен в смерти Фреда Уизли. Гарри говорит, я просто пытаюсь объяснить, почему я считаю, что это нужно сделать. Та война не закончилась, она так идет и через всю нашу жизнь, потому что никому из нас никогда не было интересно, а за что конкретно мы навсегда заперли людей в Искобане и почему все они пришли когда-то к нему. Зачем тебе это знать, Гарри, горько спросила Молли. Я хотела бы понять, знаешь, Молли, если мы сажаем в Искобан навсегда, не давая никакой надежды и шанса передумать и перемениться, то почему бы просто не убить их? Зачем мы заставляем всех их так мучиться, чтобы что? А не убийца, повторила Молли. Я тоже убийца, очень тихо по факту, да, они все убийцы, они все убивали людей, это и есть быть убийцей. Да, и на то, наверное, человеческий суд, да, а это тоже человеческий суд, на то, чтобы разбираться в том, что произошло, почему произошло, давать какую-то надежду на исправление, потому что Аскобан это неисправительное учреждение. То есть поиск виноватого, поиск виноватого это очень очень сложная на самом деле тема. Это очень сильно касается всех и каждого. Я понимаю, насколько это ну, это культ, это культ, и я сам понимаю, что я так живу, и что, когда я случайно задеваю пальцем, мизинцем ноги тумбочку и корчусь от боли, ищу виновного, я пинаю тумбочку еще раз. И вот это, да, вот это вот срочно найти, срочно найти, кто виноват, а для чего, ну, чтобы наказать. Окей, хорошо, но что дальше? Да. Что делать? самое страшное в этом всем, что люди сами себе после этого могут навредить не меньше. Упившись злобой, упившись ненавистью, и вот став частью по сути этого ебаного колеса. Да. И то, что авторка фантазировала именно на эту тему, во-первых, большой сюрприз для меня, и мне кажется, что это очень здорово продолжает традицию важных тем, поднимающихся в Гарри Поттере. мы не отрицаем, что они там поднимались, и что многих из нас эти книги сформировали, ну, в том числе. И здорово, что спустя года она продолжила эту традицию и подошла к этому как вот спустя 20 лет, понимаешь? Потому что вопрос это уже более он крупный, он сложный, он очень сложный. Наказывать сильно проще, чем исправлять, да, вот такое слово исправлять, я бы сказал, я бы заменил на помогать, я бы заменил на направлять, но наказывать сильно понятнее, сильно понятнее. Но действеннее ли? Я затрудняюсь ответить, склоняюсь к ответу нет. Не думаю, не думаю, что наказание это то, что спасет нашу планету. Я вспомнил свое очень специфическое ощущение после просмотра самой последней части Гарри Поттера. Я очень хорошо помню, где я ее смотрел, в каком кинотеатре, что происходило на улице, что происходило в моей жизни. я закончил школу, переехал в Петербург и собирался поступать в университет. Это довольно символично было. вторую часть Даров Смерти я посмотрел в таких очень специфических обстоятельствах, когда как будто бы детство закончилось полностью. И простился я с этим детством вот так вот в кинотеатре в художественном на Невском проспекте. Красиво. И я вышел да-да-да, я вышел совершенно опустошенный. Мне было ужасно грустно, что все, больше я ничего не увижу. История закончилась. И прикольно, что фанфикшн дает тебе совершенно уникальную возможность. Сейчас это особенно ценно. Возможность вернуться в то какое-то теплое место, да, безопасное. И мне кажется, фанфикшн это то, что может в том числе это может тебе подарить. Мне кажется, это очень здорово. Здорово, я очень рад, что мы поговорили об этом. Даже как-то трогательно получилось, если честно, я не ожидал. Я про это вспоминала недавно, когда познакомилась с Томом Фелтоном вообще-то. Но это не то, о чем я хотел. Не то, о чем я хотел рассказать. Это случайность, это кринжовое знакомство было с моей стороны. Но я просто помню, как я провела свой 11-й день рождения. И я была одна, сидела у окна, открыла форточку. И весь день я ожидала, что прилетит сова и принесет мне письмо из Хогвартса. И это был самый ужасный день в моей жизни, когда я поняла, что сова не то, не то, что не прилетела, не то, чтобы она ошиблась, сбилась, она не прилетит, скорее всего. Я долго к этому шла, потом я это осознала. И вот, когда я читала фанфик, у меня было такое ощущение, что сова все-таки частично прилетела, что не от этого это зависит, что я в какой-то степени действительно учусь в Хогварте. Это так. И здорово, что ты можешь к этому вернуться действительно такими разными способами. Не обязательно захлопывать книгу и на последней странице чувствовать, что все. Ты можешь учиться в Хогварте, ты можешь идти за кольцом по Средиземью, ты можешь вообще все, что угодно, в том числе, вот, пожалуйста, с помощью фанфикшена. Поэтому, да, если вдруг вы хотите вернуться в горячо любимый вами мир, узнать о нем что-то новое, пожалуйста, фанфикшен. Если вы хотите создать новый мир или поучаствовать в его создании, опять же, фанфикшен, попробуйте, конечно же, если хотите. Что бы мне поделать, только бы не почитать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok